Реализацию национальных проектов в регионе обсудили на расширенном заседании с участием полномочного представителя Игоря Комарова. 11 национальных проектов, 4 месяца реализации. До конца года предстоит большой объем работ. Все ключевые показатели должны быть достигнуты. 2 миллиарда 200 миллионов рублей направят на развитие здравоохранения в 2019-м. Закупка нового оборудования, ремонт больниц, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. В последнем республика преуспела. 179 ФАПов уже построены. В этом году откроют еще 26. В первую очередь они появляются взамен аварийных медпунктов. Но в республике считают, что программу необходимо расширить. В федеральном проекте участвуют только аварийные, а ветхие не входят. Аварийность она подразумевает закрытие. То есть на момент строительства, скажем так, задурнена будет оказание медицинской помощи. Поэтому через запятую аварийные ветхие. Появление санавиации в 2020 году, создание регионального сосудистого центра и центра трассовой медицины. Часть грядущих улучшений в здравоохранении региона. Цели и задачи определены и по другим нацпроектам. В сфере образования необходимо сконцентрировать усилия на достижении к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. В этом плане еще есть что делать. Нужно продолжить работу по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. И своевременно выполнять задачи по созданию и обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей в школах. Четкая реализация задач прежде всего зависит от слаженной работы вертикали власти. Управленческая команда в целом и кабинеты министров, органов власти, органов местного самоуправления, как одна большая семья, как одна управленческая команда, будет работать на результат. Все мероприятия по нашим полановым показателям должны пошагово, поэтапно выполняться. Мы будем использовать лучшие практики регионов Приволжского федерального округа для того, чтобы быстрее реализовать все эти мероприятия, которые предусмотрены. С точки зрения организации, работы по подготовке и выполнению указов, на мой взгляд, продемонстрировали коллеги хорошей организации работы. Но есть ряд направлений, которые мы обратили внимание, и системных вопросов. И есть те моменты, которые можно, конечно, записать в плюс. И по сравнению с другими регионами, и Российской Федерации, и Приволжского федерального округа, Чувашия находится на хороших позициях. Игорь Комаров подчеркнул, уже в этом году жители страны должны почувствовать эффект от нас проектов. Именно мнение населения станет главной оценкой работы органов власти. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.